Поскольку мы уже собрались в тесной компании, все равно как возле костра или на кухне, дома, то, во-первых, концерт будет абсолютно полностью импровизационный, никакой программы по своему обыкновению я не делаю. Во-вторых, я хочу предупредить. Редко бывает такой случай, когда собирается столько своих людей, и можно петь не только то, что ты должен, но и то, что ты хочешь. Поэтому я себе немножечко позволю здесь похулигать. С вашего позволения. Вы знаете, если хулиган в парке применяет, допустим, ненормативную лексику, это значит, что он человек невоспитанный, грубиян и быдло. А вот если поэт, а я ведь поэт, вы понимаете, применяет ненормативную лексику, то это значит, что он расширяет свой лексикон, он использует это как поэтический прием и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому вы все прекрасно понимаете, да, ненормативная лексика? Собственно говоря... Слово «Ёб-свою мать» считается нормальной. Вот по этому поводу я когда-то написал песню, в которой я убрал слова, которые вы сами все прекрасно знаете. Я буду заменять их, а вы там написываете ваши поэтические особенности. Как-то на пароходе взял капитан пинокль, Глянул, а на восходе полный пердимонокль, Льдины, хоросы, шквалы, шторм и девятый вал, И, распахнув, скажем так, хлебало, Маш капитан сказал, Океан, а в австралийских джунглях Выйдя зверьку во фланг, Абариген, блин, джуньма, Бросил свой бумеранг, Ну, у зверька был опыт, Да был он, кому же, мал, И, получив пакет, Абариген сказал, Кунгуру Битва за чемпионов Мехико Футбол Пенальбьоть Марадона Видимо, будет сгол Врезал турила с левой Штанку чуть не сломал И в состоянии Весь стадион сказал Волки, шакалы, жуть И вдруг у него идея Принуть стакан на грудь Путь к обачку не близкий Все-таки доскакал Вам бы такое виски Тут и не мой, сказал бы Самогон Есть языков немало Только как ни груди Людям всегда хватало Слово так десяти Кранки гранят, газеты Пишутся словари Вирши вершат поэты А народ посмотрит на все это И говорит Ваш могучий русский язык